Добрый день, дорогие мои! Креативный дом приветствует вас у себя в гостях. Я всё пытаюсь показать, как горит мой подсвечник, который вчера делала, но никак он не показывается. Вообще-то на нём видно блёски и как будто светлячки, но сейчас я вижу на камере полностью он освещён и не видно этих пятнышек красивых. Ну да ладно, давайте сегодня с вами сделаем красоту из прищепок. Кстати, девчаток тоже в Германии появились вот такие шикарные полики на стол или половички. Посмотрите, здесь есть разметки, это не реклама, это моя радость, потому что 10 лет гарантии, можно резать ножом любым острым. Площадь снова воссоединяется, регенерируется, как говорится. И посмотрите, можно угол вычерчивать, сантиметры, клеточки. И с другой стороны крупный размер клеточек и есть мелкие. То есть очень удобен этот коврик в работе. Я так рада, что он мне попал в руки. И знаете, в магазинах для творчества они у нас по 16-18 евро. А этот 10 в Тедди. Кому надо, пожалуйста, посмотрите. На нижних полках в Тедди коврики. Ну а я хочу сегодня из баночки и прищепок сделать красивую шкатулку. Можно использовать какие-то пластиковые банки из-под шампуня, из-под чего-то ещё. И даже баночки такие вот, они как картонные, внутри с фольгой, из-под чипсов. Да в общем можно использовать любые баночки. У меня есть вот такая прямая из-под пудинга итальянского. Поэтому я её и буду использовать. Для начала нам, конечно, нужно рассоединить прищепку. Разворачиваем крест-накрест и вытаскиваем один отдел. Другой уже вытаскивается сам по себе. Ну вот у меня сейчас не получилось, а вообще это очень легко делается. И нам нужны будут вот такие вот деревянные палочки. Мы будем приклеивать к банке горячим клеем. Для украшения я возьму разные веточки и ягодки. Верёвка бельевая, ну только не говорите, что у вас её нет. Мы когда жили в Казахстане 22 года назад, да и у моих родителей всегда была такая шёлковая верёвка. Она стоит копейки и у нас она продаётся везде. В хозяйственных магазинах она называется «Зальшнор». Вот. И здесь у меня 30 метров на 2 миллиметра. Очень удобная в работе. Из неё я наделала верёвок для украшения. Это косичка. А это просто две скручиваем вместе. Получается жгутик. Мне понадобятся ещё вот такие полубусы. Я, наверное, возьму огромную перламутровую, где-то 2 сантиметра она у меня в диаметре. Картон. Вот такой вот толстенький. 2,5 миллиметра. Может, у кого толще есть. И обыкновенный картон. Вот я взяла из-под пирога. Тоненький. 1 миллиметр. Для начала обклеиваем нашу баночку палочками. Я измеряю высоту. И вот до этой линии я должна промазать горячим клеем. Хорошенько промазаю горячим клеем. Но не так, чтобы сильно выпирал. И ставлю на баночку. Так как прищепки у нас сверху сужаются. Имейте это в виду. А значит, разница будет у нас в ширине. То есть, могут пойти они криво. Поэтому снизу мы равняем. Сверху, как бы оставляя немножко щель. Чтобы все они у нас помещались. Аккуратненько, чтобы получилось. И мы клеим. Тоже смотрим, чтобы и верх у нас не танцевал. Вот здесь выравниваем. И наши прищепки. Приклеиваем. И вокруг баночки вот так обклеиваем всю нашу баночку. Затем я побрызгала. Конечно, я подготовила заранее. Потому что это долгий процесс. Краска долго сохнет. Обклеивать долго. Я не могу монтировать фильмы. И поэтому я все обклеила. Вот побрызгала внутри. И снаружи мою баночку. Вот видите. Это была такая же баночка. И вот что получается. Вот. Можно покрасить любой акриловой краской. Какая вам нравится. Я люблю серые, серебряные цвета. Поэтому я и сделала ее такой. Ведь она для меня любимой. Теперь для баночки нужна крышка. Я использовала здесь для вырезки фужер. Посмотрите. Он чуть больше объема баночки. А это дно чуть меньше. Как раз получается крышка на мою шкатулку. Видите. И теперь нужно вырезать эти круги из картона. Я обрисовала большой круг и маленький. Таких две детали и таких. Потом я взяла тонкий картон. И по одной детали сделала. Все вместе склеила. В общем получается три больших, две толстеньких, одна тоненькая и две маленьких. Три маленьких, две толстеньких, одна тоненькая. Склеила все. Затем склеила все вместе. И побрызгала с обоих сторон. Высушила мою крышку. Теперь нужно ее обклеить красивой тесьмой. Здесь вот внутри я обклею крученой тесьмой. А снаружи буду приклеивать косичку. Буду приклеить с горячим клеем. Ставлю полосочку клея. И приклеиваю. И дальше полосочку клея. И приклеиваю нитки, которые тянутся у нас. Мы уберем потом. Таким образом мы обклеиваем внутреннюю часть всю нашей крышки. В конце обрезаю, чтобы не распустилось. Еще раз подклеиваю конец клеем. То есть ставлю маленькую капельку сверху. И вот так заглаживаю. Чтобы конец не распустился. Таким же образом приклеиваю косичку. Сначала я приклею. И затем вот этот узел отрежу. И хорошо заклею это место. Так обклеиваем. При приклеивании равняем с верхним краем крышки. Чтобы наша тесьма, или что мы приклеиваем, не выступала. Вот так вот. Ровненько. И в конце опять хорошую каплю клея. И прижимаем все кончики. Я прям пистолетом прижимаю. Как вы видите. Можно ножницами. И вот так подправляем, выравниваем. Если клей подостыл уже немножко, можно и руками сделать. Главное не приклеиться. Так. Ну в принципе крышка готова. Убираем все нитки. Вот эти, которые тянутся у нас. У меня он тянутся, у некоторых не тянутся. Разный клей. Крышку откладываем в сторону. Берем баночку и начинаем обклеивать тоже. Косичку я приклею по верхнему ручку. Здесь работать удобно, потому что вот костичка прям очень хорошо ложится в рычок. Так, заклеиваем до конца. После того, как мы склеили, лучше обработать краешки клеем ПВА. Тогда не будет видно. Вот, и тоже крышку я склеивала между собой крышки, да. Тоже клеем ПВА. В общем, вот у нас уже туго крышка не одевается. Надо немножко сдвинуть. Туго крышка подходит к баночке. Вот, и теперь мы начинаем украшать нижнюю часть. Здесь уже я буду наклеивать полубусины по нижней части. Начинаю сбоку, потому что мне не хватит всей длины. И я приклею потом еще одну часть. Можно приклеить кружево, тесьму, что у вас есть под рукой. Или в бусины, или какие-то пайетки. Ну, в общем, на ваше усмотрение. Мне нравится вот эта лента. Посмотрите, как богато сразу смотрится. Здесь снизу как раз у меня идет по рисунку. Посмотрите, как хорошо, здорово. Не знаю, как соединиться здесь. Теперь в конце. Ну, тоже, в принципе, почти совпадает. Я обрезаю лишнее и приклеиваю. Если клеится плохо, нужно приклеить на горячий клей. У меня держится отлично. Поэтому я оставляю так. Убираем вот нитки, которые тянутся. И займемся украшением крышечки. Баночка наша готова. Поближе покажу нашу красавицу. И теперь надо что-то сюда приклеить. Для начала в центр я приклею большую бусину. Выровняю ее, чтобы она была ровно по центру. И затем я буду обклеивать шишками. Не знаю, сколько мне нужно будет. Я сейчас вот бокорезами отрежу. Ну, наверное, сначала приклею три. Промазываю сбоку шишку. Таким образом. И прикладываю поближе к бусине. Таких шишек приклеиваю три с трех сторон. Снова откусываю одну и приклеиваю. Что-то это мне напоминает оленя с рогами. Так, теперь мы приклеиваем вот здесь веточки зелененькие. У меня вот такая веточка. Садоводы-любители, кто знает, что это. Я назвала полынь. Но это не полынь. Так, вклеиваю. Так как веточка у меня длинновата, я обрезаю столько, сколько мне нужно. Вклеиваю между шишками. В лежачем таком положении. Вот так, прижимаю. От подсвечника у меня осталась вот такая веточка. Поэтому я здесь вот буду резать на маленькие детали. Мне они сейчас пригодятся. Отрезаем вот такие малюсенькие. И приклеим вот здесь. Посмотрите, как красиво, нежно смотрятся. Я эти лохмадюльки приклеиваю возле шишек. Вот. И наша веточка остается посерединке. Теперь я приклеила вот шарики здесь такие беленькие, кучками. Вот так уже выглядит наша крышка. Но я никак не успокоюсь. Мне охота что-то вот такого еще сюда приклеить. У меня были шляпки от желудей покрашенные. Четыре штучки. Я тоже их буду использовать. Но я хочу вам показать, поделиться с вами секретиком. Это желудь. Посмотрите, я иголочкой вот так просверлила и делаю серьги. Делаю серьги. Я уже такие делала. Потом я покрою лаком сверху. Они смотрятся очень красиво. Вот смотрите тоже. Вот такие серьги. И вот такие серьги. Розовые морской волны. Или зеленые на камере почему-то. И белые с голубым. Потом швенцу прикреплю. И будут сережки. Оригинальные, неповторимые. Можно в качестве тоже декора использовать. Посмотрите, тоже очень красиво. Кстати. Итак, приклеиваю шляпки. Я сейчас посмотрю. Вот, наверное, нет. Не хота зелень закрывать. Наверное, я вот здесь. Вот тенью приклею. Вот возле наших этих шишечек. Да, кстати, кто будет работать с горячим клеем, осторожно, не обожгите руки. Я всегда предупреждаю, потому что сама обжигаюсь время от времени. Можно, конечно, пинцетом работать, но мне не очень удобно. Поэтому вот вручную. В четырех сторонах я сделаю такие шляпки. Так как моя шляпка смотрится немножко скучновато, я решила добавить красного. Но посмотрите, как очень крупные смотрятся вульгарно. Я решила, наверное, отрежу вот отсюда ягодки и вставлю кое-где их. Будет намного лучше. Итак, приклеиваю ягодки между шишками вот сюда. Подержу со всех сторон. И добавлю еще немного зелени. Между ягодкой и шишкой. Вот так вот. И у меня уже получилась целая корзина всяких веточек и ягодок. И чего здесь только нет. Вот так вот смотрится все. Сейчас я вам покажу. Мне кажется, уже просто предостаточно. Уже ярко и красиво. И можно примерить. Так. Плотно закрывается еще. Свежая новая. Вот такая шкатулочка получилась. Теперь я сложу сюда мои бусинки любимые. Ну, можно колечки, что угодно. Еще у меня есть вот такая подставища. Вот. Я ее тоже склеила и покрасила в серебряный цвет. Как я это сделала. Рассоединяем прищепку и приклеиваем вот таким вот образом. Получается, как птичка с глазиком и клювиком. И эти прищепки потом склеиваем все друг с другом. Очень просто. Кстати, на баночку у меня ушло 13 вот таких прищепок. Даже 13,5. То есть, вот, 26 и одна вот такая. Почти 27. Ну, по-разному уходит. Смотря что вы возьмете. Если потоньше будет у вас емкость, то будет меньше уходить. Если потолще или пошире, да, то больше. То есть, смотря что вы возьмете какую емкость. Вот такая шкатулка у меня получилась. Я очень рада. Мне нравится. Я не знаю, как вам. Но мне очень нравится. Вот камера не передает того блеска, как она блестит. Отливает серебром. Как же вам показать? Просто серое все. Вот, жалко. Ну, ладно. Вот. Мне очень нравится. И крышечка тоже, и баночка. Все такое зимнее, такое мимимишное. Красота. Вот. Если нравится, делайте такие шкатулки. Мне очень нравится. Итак, до скорой встречи, дорогие мои. Я с вами прощаюсь. Пока. Пока. Пока.